Родился в 73-м году в городе Тимиртау. Детство провел, как вы знаете, раньше не было ни компьютеров, ни телефонов. Все детство мы проводили на улице, все свободное время. Бывало после школы, сразу домой не шли, гуляли. Было интересно тогда, как бы особых развлечений не было. Поэтому все, что связано с детством, это улица, такие игры. Раньше там в городке играли, в лахту. То есть я считаю, что раньше намного интереснее детство проходилось, чем сейчас. Ну, про семейную жизнь, конечно, можно рассказывать бесконечно много, потому что семья это наш тыл надежный. Это рядом надежное плечо. С супругой мы уже живем 15-й год. Зовут ее Наталья. У нас трое детей. Поэтому после работы каждый раз, конечно, хочется домой. Когда домой приходишь, в коридоре встречаются. Все супруга, дети. Все здороваются, радуются. Ну и на душе приятно. И поэтому после работы всегда хочется сразу домой. То есть помимо семьи никаких особо интересных дел, я считаю, нет. Ну, естественно, супруга меня во всех начинаниях поддерживает. Это касается и работы, касается каких-то проблем. Проблемы есть у каждого. Я считаю, у нас в семье гармония, взаимопонимание, взаимоуважение, как и в любой семье. Поэтому очень рад, что в свое время встретил свою супругу, что связал с ней жизнь. Очень дорожу этим семейными отношениями, детьми. И все возможное делаю, конечно, чтобы им было хорошо, чтобы в семье не было никаких разногласий. Вот это наша семья. Супруг. Вот наши дети. Дмитрий, Александр, Виктория. Вот такая у нас большая дружная семья. Дима с Сашей ученики школы. Вот. Дима с мамой дома, с бабушками дома. Дмитрий вот скоро школу заканчивает, уже стоит вопрос, кем ему, куда идти учиться дальше. Ну, мы как семья пожарных, мы даем совет, что иди учись на пожарного. Ну, семья для меня, как для любого человека, это одна из главных ценностей. Я очень рад, что у меня такая семья, супруга, дети. Очень рад этому, очень этим дорожу. Стараемся принести какие-то новшества. То есть, как сами знаете, да, со временем в каждой семье отношения притупляются. Люди живут уже по привычке. Ну, у нас на данный момент такого нету. Мы уже живем 15-й год. Совместно прилагаем усилия для этого. Поэтому я считаю, что у нас дружная, крепкая семья. Ну, это в первую очередь связано с тем, что у меня отец работал в противопожарной службе. В службе это еще было при Советском Союзе. Вот, поэтому, наверное, на подсознательном уровне мне хотелось. И толчком послужило то, что когда учился в школе, к нам приходили с агитацией, с противопожарной службы. Я уже тогда принял решение, что буду поступать. Нас поступало несколько человек, кто хотел. В результате я один из всех, кто хотел. Самостоятельно комиссию проходил военно-врачебную. Ездил в Караганду, отпрашивался с уроков. Поехал в Алмату в это училище. Оно тогда называлось Алматинское пожарно-техническое училище. Находился там на сборах, сдавал экзамены, поступил, учился. И на сегодняшний день о выборе своей профессии не жалею. Наоборот, очень рад и благодарен отцу своему. Благодарен тому, что к нам приходили с агитацией. Вообще благодарен всем, кто рядом со мной находился, коллеги. На данный момент я заместитель начальника отряда Государственного учреждения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента Пучиевской организации области МЧС РК. Как все мальчишки, Женя рос очень шустрым, активным мальчиком. Любознательный, послушный. У меня два сына, поэтому они всегда помогали мне во всём. Но я, конечно, не желала, не хотела, чтобы он пошёл по стопам отца. У него отец был, служил. Вот. Это был его выбор, его призвание. Работа, конечно, опасная, благородная, но ответственная. Поэтому я всегда переживаю и радуюсь всем его каким-то успехам, каким-то его новым достижениям. Рабочий день у нас начинается с девяти. На работу прихожу я к полдевятому. Бывает раньше. Просматриваем входящую корреспонденцию. Выполняем документы какие-то. Отвечаем на письма. Осуществляем проверки подразделений. Выезжаем на сложные пожары. Благодаря выбору своей профессии я встретил свою будущую супругу, с которой мы познакомились в 2005 году. Мы работали в разных подразделениях. Я работал в ПЧ-11. Она работала в четвертом отряде. И когда увидел ее, конечно, до речи потерял. По сей день также мы счастливо живем. В браке у нас трое детей, которых тоже очень любим. Вы знаете, с годами опыт приходит, поэтому особых трудностей не испытываю. Все, что от нас требуется, в частности от меня, я выполняю. Считаю, что выполняю свои обязанности на должном уровне. Плюсов у профессии много, потому что в эту профессию случайно никто не приходит. Люди осознанно делают свой выбор, так как вы знаете, что эта профессия сопряжена с риском для жизни. То есть неизвестно, что будет, какой пожар произойдет, какие последствия будут. С супругом мы познакомились на работе. Я сама работаю в пожарной охране 2003 года. Здесь работали мои родители, мама, папа, которые также познакомились на работе. Вот как-то так и завязались наши отношения. С работы перешли. Образовалась такая семья у нас. Моя работа заключается в приеме сообщений о пожарах, о каких-то других чрезвычайных ситуациях. За высылку средств, сил и средств отвечаю я за передачу информации дальше под пожаром. Совмещать личную жизнь и работу мне не трудно. Я думаю, мужу моему тоже, потому что много тем общих у нас получается и на работе, и в семье. Я понимаю мужа, он понимает меня, когда рассказывает о чем-то. Поэтому не сложно совмещать. Ну, знаете, по рассказам друзей и знакомых, кто живет в других городах. Допустим, я говорю, что у нас есть трамваи, для них это вызывает удивление, что в таком маленьком городе есть трамваи ездят. То есть в более больших городах трамваев нет. Ну, опять же, это город первого президента, здесь у нас жил, работал первый президент. Это тоже о многом говорит. В Темирсавском гарнизоне противопожарной службы я проработал более двух лет. Могу сказать, что заместитель начальника отряда номер один, полковник гражданской защиты Ким Евгений Валерьевич, является опытным, грамотным сотрудником с большим багажом знаний и опыта, который он нам передает. Также хочется отметить, что он курирует вопросы не только служебной деятельности подразделений, но также и воспитательную социально-правую работу, проводимую сотрудниками отряда. Номер бүрінші жасақ бастығын орынбасары Азаматтық қорғау полковник. Эвгений Валерьевич кеммен осы Темиртау гарнизонны қызмет атқар ратқаныма он жылдан асты. Осы уақыт өткен мерзімінде ол кісіден көп тәрбей алдық, көп жерде көмектесті, жұмыста өте талапшыл. Эвгений Валерьевич тұралы тағын айта кететін болсақ, ол кісі өте көпшіл. Көршуауындағы адамдармен сыйлы, мінезе салмақты бізге үлгі қызметкер. Бізде түрді өте көп жүйті. Люді өте көп жерде біз. Харайяы ған өте өте қызметкер. Мала көп жүрді. Көп жүрді, өте үшін сүйті өте өте арасыннағ, айтымендейді көп жүрді діңдер айтқан өте жаларды. Прокген көп жүрді қалай жылды. Я все время хотел домой и после окончания училища приехал в Тимиртау, так и работаю по сей день. Я родился в этом городе, в этом городе вырос, очень люблю его мыслей куда-то переехать, даже не возникало. Во-первых, это связано с тем, что здесь родители мои жили, брат мой родной. С этим городом у меня связаны только хорошие воспоминания, поэтому на данный момент и в будущем я не планирую никуда отсюда уезжать. Мне этот город нравится, он мне дорог.